Иеремия, 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 Иеремия. Давайте сегодня с вами прочитаем книгу пророка Иеремии. Иеремия, 31 глава, с 31 по 34 стих. Я прочитаю Иеремия, 31 глава, с 31 стиха. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды Новый Завет. Не такой Завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывезти их из земли египетской. Тот Завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот Завет, который я заключу с Домом Израилевым, после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познайте Господа. Ибо все сами будут знать меня от малого до большого. Говорит Господь, потому что я прошу беззакония их и грехов их уже не воспомину более. Прочитали до этого места. Знаете, в ЮАРе есть страна под названием Эсватини. Грасиас Хор, он открыл музыкальные школы. И сейчас обучает многих школьников по всему миру музыке. И в Эсватини поехали две наши музыкантки, и они занимались там деятельностью. Однажды там была выпускная церемония в Национальном университете. И они придумали, ой, давай мы тоже пойдем и там выступим с поздравлением в Национальном университете. Тогда они подошли к организатору и сказали, вот мы из Кореи, мы занимаемся музыкой. Мы хотим спеть поздравительную песню для вас. Но организатор сказал, нельзя. Почему? Сегодня придет на эту церемонию наш король. Из-за того, что он посетит нашу церемонию выпуска, мы уже дали ему предварительную программу вчера. Поэтому мы не можем изменить порядок. Простите, но нельзя. Хорошо. Но мы можем просто участвовать тогда на церемонии. Ну, хорошо, участвуйте. После этого этот организатор, он снова подошел к ним и что говорит? Уже все пришли почетные гости, но еще сам король не приехал. Вы можете исполнить тогда ваши поздравительные песни до приезда короля. Вы хотите так сделать? Да, очень хорошо. Тогда они спросили, сколько мы можем спеть песен? А, пожалуйста, три песни исполните. И когда они допели где-то до половины первой песни, король пришел на церемонию. Но он очень тихо пришел и присел на свое место. И тогда эти две студентки, они допели две песни остальные. Потом закончилась церемония. И тогда король говорит, позовите мне тех студентов, которые выступали только что. Они впервые увиделись лично с королем. Он был очень рад и спросил, откуда вы девушки? Мы приехали из Кореи. И когда они говорили с королем, они говорили, что организатор нашей организации, Айваэй, он приезжает скоро в Эсватини. Он сказал, я отправлю министра в аэропорт в тот день, когда ваш основатель прилетит, чтобы он встретил его. И я даже не ожидал, но получилось так, что я смог встретиться с королем лично. И я спросил, сколько... Секретарь, сколько мне можно пообщаться с королем? Мне сказали, вам выделено 40 минут. Я сказал, хорошо. И тогда король сидел на своем троне. И знаете, когда заходят в помещение, где сидит король, к нему все заползают на четвереньках. Потому что... Да. Им нужно обязательно ползать. И знаете, я тоже проходил тренировку, когда в армии нас учили очень хорошо ползать. Поэтому я тоже присел на колени, чтобы поползти. Но секретарь мне сказал, вам не обязательно ползти, потому что вы иностранец. Потом мы поздоровались с королем и начали общаться с ним. И я знал, что у меня 40 минут выделено, поэтому я посмотрел на часы, уже 10 минут прошло. Вы представляете, как я могу встретиться с королем? Кто я такой? Но Господь позволил мне встречу. Разве я могу говорить о политике или экономике с королем? Я являюсь пастором, поэтому я начал проповедовать ему Евангелие. И когда прошло 40 минут, которые были выделены мне, я закончил. Но знаете, как он смотрел на меня тогда? Я не мог посмотреть даже ему в глаза. Он даже ни разу не моргнул своими глазами полностью, так широко на меня смотрел. И когда прошло время, я закончил. Но знаете, король сказал мне, Пастор, можете еще немножко попроповедовать мне? Хотя он сказал, пожалуйста, проповедуйте мне еще, но это и есть приказ короля. Поэтому я еще 30 минут рассказывал, как очищены наши грехи. Когда закончились 30 минут, я проповедовал, и он сказал, можете еще немножко проповедовать? Очень большая, теплая душа была у меня. На самом деле, встретиться с королем и проповедовать ему Евангелие, это вообще невозможно, но это Господня воля была. на протяжении полутора часа я рассказывал королю, как очищены наши грехи. Когда я закончил говорить, король сказал мне в ответ, Пастор, вы точно истинный слуга Господа. Я выделю вам участок земли. Пастор, построите там себе жилье, также поставьте там IYF-центр. Пастор, пожалуйста, приезжайте и живите здесь у нас. Постройте молитвенный дом. Поэтому мы получили 500 гектаров земли мы получили от государства. Но у нас нет автомобиля. Поэтому я попросил, чтобы студенты могли добираться свободнее, и в центре землю. Но в этом городе нет участка, который принадлежит государству, поэтому король выделил мне свой личный участок в 500 соток. И мы построили планы, что мы там построим IYF-центр, и еще другие здания. Знаете, там есть лес, там очень красиво, и там есть также река. Знаете, я сказал, спасибо вам, очень красивое место. Вы дали мне это место. Мы хотели построить IYF-центр, и также спортивную площадку, разные планы у нас были. Да, там течет река, и там очень прекрасный участок, очень красивое место. Но нам было очень жалко там вот сделать дорогу. и еще там земли. Тогда это место мы оставим нетронутым, но вот в другом месте мы немножко построим и большой стадион, также здание. Да, знаете, это сейчас только проект, это еще не построенный участок. Да, мы должны были получить разрешение на строительство, поэтому из-за коронавируса сейчас мы не смогли получить его, мы немножко должны еще подождать. Но именно брат, который увидел эту территорию, он такой вот проект создал. После этого мы с королем стали очень близкими, хорошими друзьями. Да, я не знаю, может быть, я... Это, получается, меня осудят законы, потому что я сказал, что я хорошо отношусь к королю, и мы друзья. Он очень много своей милости, милосердия и вел мне. До 19 лет, хотя я ходил в церковь, но я очень страдал и мучился от греха. Из-за того, что мы очень были бедны, когда я был маленький, я много воровал. И я думал, что этот грех будет меня связывать до конца моих дней. Но в 1962 году, когда мне исполнилось 19 лет, я услышал через Библию, когда я читал ее, что мои грехи все очищены кровь Иисуса Христа, белее снега. Знаете, в тот момент у меня большая борьба происходила в сердце. На самом деле, не сам с собой я воевал, а именно с Богом. Я был большим грешником, потому что совершил множество грехов. Господь, я грешник. Непременно я грешник. Я много воровал, я много обманывал. И когда мы были с моими друзьями, и когда я получал влияние от своего друга, я очень старался не поддаваться этому. Но я всегда поддавался. Я не мог преодолеть. Я видел, что я очень-очень плохой человек. Да, у меня очень хорошо голова вращалась именно в сторону преступления. Голова очень хорошо работала в сторону «Ну, как вот сделать, как там, чтобы вот так мы планы строили, как украсть, как какое-то преступление совершить». А если бы Господь не спас меня, то, наверное, бы мне приговорили по жизни заключения, и я бы все время проводил в тюрьме. Когда я думаю об этом, у меня начинает гореть сердце. «Господь простил мои грехи такого человека, как я». Но еще важнее то, что Иисус вложил свое сердце в мое сердце. «Да, бывает, что даже сейчас из моей души проявляется вот этот инстинкт, человеческая душа. Но я могу видеть, как сердце Господа направляет меня и ведет. в день Пасхи мы проводили служение именно через программу Zoom. Знаете, в церкви не было ни одного человека. Но я только смотрел на людей, которые в экране мне были видны, и им я проповедовал слово. Но знаете, когда мы проводили самое раннее утреннее служение, тогда появилась проблема в интернете. Да, он остановился, потому что очень многие люди зашли и начали смотреть трансляцию. После этого провели утреннее и вечернее служение. То есть три раза мы проводили служение. и за одно служение один миллион два миллиона, простите, участвовало на служении. Два миллиона? Это вообще невозможно. Но сказали, что это есть так. Я мог услышать, как же так получилось, что два миллиона зашли и слушали. Мы проводили ведь пасхальное служение, И очень многие люди тогда участвовали на служении. И знаете, недавно был форум для служителей в Европе. И для этих пасторов, для собрания я проповедовал четыре часа через видеоконференцию. эти пасторы имели очень-очень хорошую реакцию. после этого мы начали проводить по-зуму собрания в Южной Корее. И очень многие телестанции связались с нами и сказали, мы хотим транслировать бесплатно ваш семинар. И после этого они попросили, чтобы мы могли сделать установку, чтобы транслировать наш семинар там. Мы готовились к проведению семинара и думали, ой, сколько же будет зрителей смотреть. Когда мы впервые смотрели, сколько же людей могут смотреть нашу трансляцию, это было около 130 миллионов людей по всему миру. Я говорил, это невозможно, это правда так? Да, пастор, это правда так. Правда? Ну, я, знаете, не очень хорошо разбираюсь в этом, когда два дня где-то прошло. И уже больше и больше телестанций связались с нами и сказали, что уже людей около 300 миллионов желают посмотреть. Мне показалось, точно они меня обманывают. Да как такое возможно? 300 миллионов это что? И после этого 300 миллионов до 500 поднялось. 4 миллионов и после этого мы подсчитали зрителей каждой телестанции в общей сложе получилось около 740 миллионов. и в Америке в Америке, где служит мой сын, там сказали, что около 49 каналов хочет транслировать нашу проповедь. я сказал, это невозможно, это ложь. Для того, чтобы проводить трансляцию на канале, нужно заплатить за это. Но они говорят, что бесплатно, они не будут принимать у нас деньги. Тогда очень многие телестанции транслируют. Но представляете, где-то маленькая телестанция, где-то в деревне, она сказала, заплатите нам за трансляцию. Мы сказали, не будем платить. Но знаете, в это все мне было очень сложно поверить. Я мог говорить, что это совершил Господь, другого объяснения не было. Знаете, каждый раз, когда я становлюсь за кафедру, я очень о многом хочу рассказать. видя духовную жизнь, знаете, как моя духовная жизнь течет? Библия говорит прямо так, как есть то, что Господь хочет донести до нас. когда мы читаем Слово Бога, слушаем и следуем. Вы знаете, проблема в чем заключается? Мы являемся людьми, поэтому если бы мы смогли освободиться от своего мнения, своих мыслей и общаться с Господом, было бы очень хорошо, но так как мы находимся в ограничении своих мыслей и мы хотим общаться с Господом, поэтому мы не можем принимать прямо то, что Господь хочет донести до нас. Из-за того, что мы принимаем Слово в свое сердце в ограничениях своих мыслей, но у нас разделились пути мыслей между нами и Господом. знаете, я очень глубоко принял в свое сердце слово, которое написано в книге Деяний 13 глав 22 стих. Если мы читаем с вами это место, Господь поставил на место царя Саула, но после этого отринул он Саула, И после этого он поставил на место царя Давида, который был пастухом. И знаете, когда он поставил Давида на место царя, что он сказал? Нашел я мужа по сердцу моему Давида, сына Исеева, который исполнит все хотения Мои. Как вы думаете, во времена Давида сколько людей верило Бога? Десять или сто? Большое множество в то время жило. Но именно из этого множества людей Господь нашел именно Давида, потому что он был муж по сердцу его. Очень многие люди были служители, но только один человек был по сердцу Господа, именно Давид. Знаете, я встречаюсь со многими президентами, и иногда я говорю, что вы уважаемый президент соедините сердцем с Господом, тогда ваша страна становится Господа страной. сердцем Господом Господи. Но если вы хотите соединить свое сердце с Господом, тогда ваша философия, ваше понимание, вы должны полностью оставить это все. Вам необходимо верить только в Слово Господа. И тогда ваше сердце должно соединиться с сердцем Господа. Каждый раз, когда я встречаюсь со множеством президентов, я говорю именно так. Неважно, господин президент, что вы думаете, ваши мысли, это есть ваши мысли. А Господь говорит так. когда мы читаем Библию, тогда есть разные истории. Но нету такого места, где почти написано, что человек сел напротив Господня, пообщались и соединились. Очень многие люди верили в Господа, но у них сердце было другое. В 62 году в мае месяце я получил большую благодать от Господа. Тогда я был очень юным, и я не мог продолжать учиться в школе, поэтому я подал заявку в армию. И если я бы поступил на инженера прапорщика, тогда бы я смог быть солдатом. Я подумал, что я смогу служить и получать зарплату, поэтому я смогу оплачивать себе вечернюю школу. Но я никогда не мог представить себе, что даже в этом экзамене на инженера прапорщика я смогу провалиться. Знаете, там в основном все берут. Но если я скажу, что я провалил экзамен, все будут смеяться. Тогда у меня немножко треснул зуб передний. Да, и знаете, он так невидимо треснул, что надо было очень хорошо присматриваться, чтобы увидеть эту трещину. Но все этапы всех врачей я прошел хорошо. Но когда стоматолог подписал мне карточку, я видел, что его подпись была другой, не такой, как у всех остальных моих друзей. А, наверное, я провалился. Тогда я попросил этого врача, врача помочь мне. Я очень хочу служить здесь. Он сказал, невозможно. Если бы это был коренной зуб, невидимый, тогда бы я простил, но это передний зуб. Получается, я потерпел крах во многих сферах своей жизни. Я планировал ехать в Японию на заработки, потом еще какие-то планы у меня были, и последняя надежда была именно на эту службу, но я провалился. Мой дядя, он занимался бизнесом в Японии, но мне нужно было сесть на корабль с контрабандистами, поэтому, чтобы добраться до Японии, но мне нужно было учить японский язык очень хорошо, но я не говорил хорошо по-японски, поэтому не получилось. Получается, в тот день все мое будущее обрушилось, а Господь не действует, я ничего не могу, я думал, что я хотя бы что-то могу. я хотел следовать по своим мыслям, но я увидел, что я провалился во всем, а теперь мне не на что надеяться. И чем больше я продолжал читать Библию, я видел, что я бесполезный человек, поэтому нет никакого смысла в том, что у меня получилось, если в чем я преуспел. И знаете, я честно скажу вам, у меня был не очень хороший характер. Знаете, я такой придирчивый человек, и однажды мой друг одолжил у меня что-то и поломал. Он сказал, Уксу, прости меня. Знаете, я так раздражился. Что ты думаешь, твои изменения это все? Я очень был раздражен. Да, ну я прошу прощения. Да замолчи! Пришел мой друг, другой, и сказал, Уксу, почему ты так поступаешь? Мы же друзья. Я дам тебе мое. Да, это лучше, чем у тебя. И знаете, я так разлился, хотел избить своего друга. Да, это очень-очень подавляло меня. Но мне стало очень стыдно. Почему я такой ужасный? Почему такой я придирчивый? Почему я такой негодяй? это друг подошел и сказал, Уксу, мы же друзья, почему ты так говоришь? Ну, я так был в зов тот день. Я дам тебе свое. Но было очень стыдно. Знаете, почти не было людей, которые любили бы меня. когда мы играли вместе. У меня есть друг по имени Чонг Чун Нам. Он выше меня ростом. Он очень красивый человек. И я представлял, что вместо меня за кафедрой стоит не я, а он. У него очень хороший характер. он очень хорошо говорит. Я говорил Господу, Господь, почему ты сделал меня пастором? Если бы ты сделал Чун Нам пастором, он бы очень хорошо служил. Он высокий, он красивый, и всем прихожанам он нравился. У него очень хороший характер. Почему ты сделал именно меня пастором? Я не мог поверить. Но через некоторое время мой друг Чун Нам женился. он очень красивой девушкой. Такая красотка была из Бусана. Я ни разу не видел ее. девушку. Но он рассказывал, что его жена хотела выступать на конкурсе красоты мисс Корея, но не пошла. Я не знаю, почему она не пошла. Я слышал, что он женился действительно на красивой женщине. ты же очень красивый. Когда я ездил на свою родину через несколько лет, я слышал новости от него. Ты слышал новости от Чун Нам? Нет, а что? Он покончил с собой. Он такой хороший характер имеет. Почему он покончил с собой? Я не знаю причину, по которой он умер. умер. Знаете, я всегда имел недостаток, чтобы стать пастором, чтобы говорить о Господе. Я знаю очень точно то, что я такой. Я очень придирчивый, я очень недостойный, плохой человек. У меня не было ни одного условия, чтобы я стал пастором. Только одно условие было. Это только благодать Бога. Все это по благодати. Это я знаю точно. и погружаясь в Библию, читая ее. Каждый раз, когда я читал Библию, что я ощущал? Я очень сильно ощущал разницу между мыслями человека и мыслями Бога. Абрам Абрам и Абрам ты не говори своей жене Сара, ты говори Сара, потому что она родит сына. Знаете, что сказал Абрам? Как столетний может родить сына? Сара 90 лет. Господь сказал такое слово, потому что он может дать силу родить даже в таком возрасте. Но Абрам у него были другие мысли, поэтому он смотрел через свои мысли на слово Господа. Тогда Господь призвал Моисея. Моисей. Да, Господь. Я отправлю тебя к фараону, ты спасешь Мои народ. Ой, спасибо тебе, Господи, такого немощного, как я ты избрал. Он не сказал так. Кто я такой, чтобы стать перед фараоном, и что я смогу ему сказать? Много героев, о которых мы читаем Библии, почти невозможно найти человека, который соединился с Господом. Господь Петра призвал, ты отречешься от меня до того, как пропоет петух. Даже если я пойду на смерть, я не не отрекусь тебя. В сердце каждого человека у него есть какое-то ограничение и утвержденное мышление. Поэтому кажется, что мы можем просто жить духовной жизнью. но если мы действительно начинаем свою духовную жизнь, мы имеем совершенно другое направление в своем сердце. Поэтому много проблем, которые возникают именно в том месте, где мы не понимаем сердце Господа. Да, и может быть я такой придирчив, поэтому я очень подробно изучал сердце Господа и сердце человека. Я понял, что даже я такой же человек. Когда я провалил экзамены инженера-прапорщика в 1962 году, с мая месяца по октябрь, 5-6 месяцев я находился как будто бы в философии. Я очень много размышлял. Я думал о себе. В результате я пришел к выводу, то, что если я последую за своими мыслями, я погибну. Я очень точно поставил в своем сердце границу. Если я буду следовать по своим мыслям, я приду к 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 слушал слово господа и тогда эта душа она влияла на мое слышание слова. Знаете, почему Господь выбросил нас? Господь призвал Саула, Саула, пойди истреби Амалика и мужчин, и женщин, и овец, и козлов всех. Даже маленьких грудных детей ты должен истребить. Осло, козлов, весь скот. господь сказал Саулу именно так. Саул услышал слово Господа. Мужчин, женщин, детей, овец, мужчин, женщин, от отрока до грудного младенца. От вола до овцы. От верблюда до осла. И осла. Он сказал истреби всех. Саул услышал это слово. Когда он точно услышал это слово. Он не разделил свои мысли от слова Господа и принял только слово. А он смешал свои мысли со словом Господа. так он истребил Малико. Но он оставил живых царя Агага. И также он оставил хороших овец, волов, откормленных. И сейчас это вид, образ духовной жизни наших людей, нашего века. Они слушают слово и послушаются Слову Господа. Но люди слушают ушами, и когда это слово достигает сердца, оно немного видоизменяется. Господь не может действовать по той причине, потому что нам кажется, мы исполнили, как и слушали слово, но на самом деле мы сделали по-другому. Да, я слышал слово, я последовал, я сделал хорошо. Во времена Ноя Господь сказал, я истреблю весь мир, поэтому нужно сделать ковчег. Когда все люди имели другое сердце. Да, я злой, да, я грязный человек, да, я ошибался, но также у меня есть и добрые стороны. Поэтому, когда люди слушали слово Господа, они не прямо принимали, а через свою доброту, через свою правоту они смотрели на это слово, поэтому они поступали не по тому слову, как Господь им говорит. Они не понимают слово, поэтому принимают по-своему, поэтому и не получается жить духовной жизнью правильно. мы читаем с вами Библию, там написано, что Иисус встретился с Законником. Что мне сделать, чтобы наследовать Царство Небесное? Человек, что бы он ни делал, он не может наследовать Царство Небесное. Человек, он не может достичь Царства Небесного своим старанием. Люди думают, что они что-то делают, исполняют Закон, тогда они могут достичь Царства Небесного. Но человек, что бы он ни делал, он не может омыть свой грех. Он не может измениться. Он только достоин проклятия за все свои дела. Если бы это было возможно, тогда Господь не отправил Иисуса на землю. Но именно мы не можем, поэтому Иисуса Господь отправил нам. Но большинство людей, они не такие. Я начал отдавать десятину. Ой, кажется, так сразу стало лучше уровень служения в нашей церкви. Я хорошо решил ходить в церковь теперь. Моя жизнь изменилась. Теперь у меня появилась вера, я так думаю. Но Господь совершенно не так думает. Библия говорит нам, что мы не можем никаким своим поступком угодить Господу. если мы не знаем точного сердца Господа. Мы помогали нищим, мы жертвовали десятину, я молился и постился. И мы думаем, что Господь это принимает. А Бог говорит, это не принимаю я. Это не то. все бесполезно, потому что вы грешники, вы грязные. Он сказал, что примет жертву только в виде Иисуса Христа. И какая же причина того, что многие христиане отошли от правильного пути? Потому что они принимают человеческие мысли, человеческие способы. Сегодня я прочитал утром Иеремия 31 главу 31 стих. Мне очень очень нравится это место. Я уже выучил его на память. Чем больше я читаю, тем больше мне нравится. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключусь с Домом Израиля и с Домом Иуды Новый Завет. Что Господь говорит здесь? Я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды Новый Завет. Если мы знаем это слово, ура! Тогда вы можете танцевать от радости. Почему? Когда Господь поставил Первый Завет, это было 10 заповедей. Знаете, однажды я говорил на форуме СЛФ об этом? Пастор, это не Завет, это Закон 10 заповедей. А Закон, это же не Завет, не обетование. Знаете, я сказал, пастор, знаете, где было написано? Знаете, откуда взялись краменные скрижали? Откуда? Они находятся в Ковчеге Завета, правильно? В Скинии. А знаете, как подробно называется Ковчег Завета? Это Ковчег Обетование. Правильно? Ковчег Обетование. Почему же Ковчег Закона является Ковчегом Обетование? В основном люди не знают. Это говорится Ковчег Обетование. До того, как Господь дал 10 заповедей. 1491 год, это до рождения Иисуса Христа, это время, когда израильский народ вышел из Египта. И тогда, конечно, это не было написано в Библии, но мы можем увидеть по истории человечества, что это было в 1491 году. Во времена Иосифа израильский народ попал в Египет. И там жили Яков, Иосиф и все их потомство. Иосиф был премьер-министром, управителем в Египте. Поэтому ему фараон выдал самый лучший участок земли. Почему эта земля хорошая? Вы видели ли когда-то карту? река с южной части течет в центр. Речка Нил. Та знаете, в основном, как у нас в Корее, река Хан, у нее дно песочно, песчаное. песчаное песчаное воду. И она течет, и песок очищает воду. Поэтому вся грязь оседает в песке. А Нил это река, которая течет по Африке. Если бы там был песок найдет, тогда бы вся грязь оседала. там очень есть мягкий песок, который там еще с древесиной смешан. Поэтому дно, оно мягче, чем в других реках. Оно там все копится на дне. И если больше копится, поэтому все время река наполняется этим. Тогда она не может течь. Тогда она начинает протоки текут в другую сторону. Сама река течет по линии. и так как Нила не может течь по прямой, потому что забивается проток, она распространяет свои воды в разные стороны. И из-за того, что она не может течь по прямой и разветвляется, поэтому образуется дельта реки. дельта способствует плодородству земли. И эта река она течет через Черное море и потом притекает в Хананскую землю. Когда они вышли из Египта, подходя ближе канадской земли, они шли и пришли в одну область. Да, и там есть полуостров, и есть гора, гора Синай. Именно Господь призвал Моисея на эту гору в Синай. До того, как Господь призвал Моисея на гору, Он сказал израильскому народу, они до сих пор жили, подвергаясь закону Египта. Но когда они вышли, тогда у них не было закона. Господь сказал, я дам вам мой закон. Если вы будете соблюдать его, тогда вы будете получать благословение, и ваше потомство будет, все будут благословенны, ваши дети будут благословенны. А, и мы говорим вот на корейском благословение, 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 это мы говорим как будто кипение благословения, потому что это созвучно с озвуком, который описывает кипение воды. И он так обещал. Знаете, важный момент. Давайте вместе с вами откроем книгу «Исход». Исход. 19 глава. Пятый стих. Итак, если вы будете слушаться Глаза Моего и соблюдать Завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля. А вы будете у Меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. И пришел Моисей и созвал старейшин народа, и предложил им все сии слова, которые заповедовал ему Господь. Давайте вместе все в один голос прочитаем восьмой стих. И весь народ отвечал единогласно говоря, все, что сказал Господь, исполним. «И донес Моисей слово Господа народу». Тогда Господь обещал. Если ты будешь соблюдать весь мой закон, тогда и ты получишь благословение, и я. Тогда все твои скот, все твои наследники, все твои члены семьи получат благословение. Это написано во Второзаконии, в восьмой главе. Но если ты не исполняешь мой закон, тогда и ты проклят, и я проклят. Когда все твои скот, твои дети, все твое потомство, все вы получаете проклятие. Часть Господь разделена на благословение и проклятие. А израильтяне неправильно знали. Господи. Да, мы не можем исполнить весь твой закон, Господи. Мы уже сошли с верного пути. Господь, ты дай нам свою благодать. Но? Что израильский народ ответил? Все, что сказал Господь, исполним. Поэтому Господь дал им десять заповедей. Они исполнили? Они не смогли исполнить. Когда Моисий спускался с заповедями, тогда они уже сделали золотого тельца и проводили. Тогда три тысячи людей погибло. И Господь начал проклинать, и проклинать, и проклинать этих людей. Да, это по-английски курс, а на нашем языке это проклятие. Да, и когда проклятие, очень похоже с чуча. Господь, ты меня... Это как направление, тема. Не к проклятию, а веди меня по своему пути. Так как Господь им пообещал, а они договорились с Господом, получился завет. Это взаимное обещание. Они сказали, мы все исполним. Но они сделали золотого тельца, и Господь истребил три тысячи. Потом умирали, 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 умирали. Еще умирали, умирали. После того, как пришел закон в десяти заповедях, знаете, что произошло? Все время приходило проклятие на них. Приходило проклятие, они умирали. Приходило проклятие. И они умирали. Да все умирали. И взрослые, и дети. Умирали, умирали, умирали. Бог создал человека. Господь дал человеку закон по причине такой. Для того, чтобы он исполнил закон и получил благословение? Нет. Для того, чтобы он обнаружил себя через закон, что он грешник и получил спасение. Поэтому мы смотрим, какой закон. Человек хочет исполнить. Поэтому проблема в чем? Господь не то, что не любит. Господь любит нас. Но все время ему приходилось проклинать. Потому что он сказал обещание. Поэтому мы все достоины только проклятия, потому что мы не можем исполнить то, что пообещали Господу. Господь. 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 Встретился с человеком в Царстве Небесном. Он говорит, ой, я пожертвовал десяти, но я вот делал добро. Тогда Господь что говорит? Проклят. Правильно? Во времена Ноя так же люди все достойны были только проклятия. Но они не думали, что они такие злые. Ничего страшного, если я не пойду в ковчег, если я не буду его строить, потому что я делал добро. Но все люди должны получить проклятие в тот момент. И сейчас точно так же. Давайте вернемся к Еремии 31 глава. Господь изменил свое сердце. Вот наступают дни, говорят Господь, когда я заключу с Дом Израиля и с Дома Иуды Новый Завет. Почему? Потому что тот Завет первый, закон. Люди очень глупые обманутся сатаной. Они думают, что если я приступил закон, я буду дальше исполнять заповеди, тогда получу благословение. В основном люди так думают. Но это не так. Если приступил, уже приступил. Если проклятие, значит проклятие. После того, как я воровал, если я буду делать добрые дела, тогда мои грехи простятся? Потому что я уже украл, значит все, это не простится, это прошло. Поэтому на самом деле я не могу избежать проклятия. Ой, теперь я стал по воскресеньям в церковь ходить, я начал молиться, начал помогать, начал жертвовать, я буду благословенный. В основном люди думают так. А что думает Господь? Господь подумал, когда Он дал первый закон, они договорились, что если будете исполнять, тогда Господь благословляет. Господь, пожалуйста, Ты прости нас, мы очень грязные грешники, мы не можем исполнить закон. Мы попробуем, конечно, исполнить, но мы не уверены в этом. Господь, мы не можем избежать смерти. Господь, яви Своё милосердие к нам. Мы не можем исполнить закон. Вот так нужно было сказать. А люди имели уверенность. Знаете, один законник сказал Иисусу, учите благи, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? Что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? Что бы ты ни делал, это проклятие. Проклятие. Иисус сказал, что написано в законе. Любви Иисуса и ближнего своего, как Своё сердце, как себя. Что Он сказал? А кто мой ближний? Разве ты можешь так? Да, если человек всё сердце вкладывает, то может служить хорошо Господу. Знаете, однажды я ехал на автомобиле. И когда я остановился на светофоре, я думал немножко почитать Библию. Я перед собой положил Библию и читал. Но сзади вдруг начали сигналить, пак-пам! Я видел, что уже все проехали, и только я стою. Да мне нужно сконцентрироваться на вождении. А если я думаю что-то другим, так и происходит. Как я могу вложить всё своё сердце в служение Господу? Это невозможно. Всей силой, всей жизнью любить Господа и любить ближнего, как самого себя. Это невозможно любить ближнего, как самого себя. А что? Только они голодны, и я не голодный? Что только ему холодно, а мне не холодно. Только если я понимаю его, это невозможно. Потому что человек гордый, грязный, злой. Но думали люди, что они могут исполнить закон. И после этого тоже очень много проблем произошло. И что же говорит дальше нам Библия? Господь сказал удивительное. Еремия, 31 глава, 31 стих. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с Домом Израиля и с Домом Муды Новый Завет. Первый Завет Господа, он привел нас только к проклятию. Правильно? Господь возбил нас. Господь хотел спасти всех людей. Господь не хотел привести к проклятию. Тогда что же Господь сделал? Ему пришлось изменить свой закон. Правильно? Правильно? И он сказал, поставлю Новый Завет. Очень-очень интересный момент. Да, я говорил о женщине взятой при любодеянии. Да, еще немножко попозже, вечером расскажу вам подробнее. Она была взята при любодеянии. Тогда книжники и фарисеи привели ее к Иисусу и говорят, «Учитель, эта женщина была взята в при любодеянии. А Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь? Женщина была взята в при любодеянии. Правильно? А по закону Моисея написано, что ее должны побить камнями. А есть ли другой закон? Есть? Есть ли закон, который спасет эту женщину? Нет такого закона. Поэтому необходим был не закон, а Новый Завет. Аминь. Тогда Иисус сказал, «Учитель, эту женщину взяли при любодеянии. А Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь? Эту женщину взяли при любодеянии. И кроме закона Моисея о том, что ее должны побить камнями, нет другого закона. Правильно? Иисус стоял и перстом писал на земле. Почему? В Библии есть два места, где Господь написал перстом. Кто-то говорил, что есть в книге пророка Даниила написано, что написано Господа перстом. Но написано, что это человеческая рука. Это не Божья рука. Господь только дважды в Библии написано, как Он написал перстом. Первое это место на двух скрижалях, где Он написал десять заповедей своим перстом. И второе место, где написано о том, что Господь написал перстом своим, это Иисус писал своим перстом на земле. Почему? По закону, если судить, тогда эту женщину нужно побить камнями. А Господь сказал, «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет». В 32 стихе «Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день». «Когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что тот завет они нарушили». 33 стих «Написано, вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его и буду им Богом, а они будут моим народом». 34 стих. «И уже не будут учить друг друга и брат брата и говорить «Познайте Господа», ибо все сами будут знать меня, потому что я прощу беззаконие их и грехов их уже не воспоминут более, так сказал Господь. Это второй закон, который поставил Господь. Если по первому закону судить эту женщину, ее должны были повить камнями, а второй закон, потому что я прощу беззаконие их и грехов их уже не воспоминут более. До сих пор было время, когда закон действовал, первый закон. Все судилось по закону. И тогда по закону прежнему женщину должны были побить камнями. Но для того, чтобы спасти эту женщину, Господу пришлось поменять закон. Тогда Иисус стоял и писал именно этот Новый Завет перстом на земле. Потому что я прощу беззаконие их и грехов их уже не воспомину более. Женщина была всегда при любодеянии. И хотя по Первому Завету она должна была быть побита камнями и умереть, но если по Новому Завету ее будут судить, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их и грехов и уже не воспомину более. Поэтому наши грехи не мы прощаем, а Господь прощает нас. Многие люди стараются и прилагают усилия, чтобы получить прощение, но это не происходит от наших стараний. Господь сделал так, чтобы наши грехи были прощены. Это и есть Новый Завет. Говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их и грехов их не воспомину более. если эту женщину судить по первому закону, тогда ее нужно побить камнями. Но Иисусу нужно было спасти ее, потому что если не поменять закон, она не может спасти женщину. Поэтому Он писал перстом на земле, чтобы изменить закон на новый. тогда по Новому Завету Он посудил эту женщину. И Я не осуждаю тебя. Почему? Потому что уже Иисус простит все эти грехи. Да не мы прощаем свои грехи, но Господь Иисус прощает их. Потому что Я прощу беззакония их и грехов, их уже не воспомину более. Представляете, насколько удивительно это слово? Да, когда я слушал это слово, читал Библию, я танцевал. Ура! Господь прощает наши грехи! Ура! Господь простил наши грехи! Ура! Представляете, как это удивительно! Так это удивительно! Я танцевал! Ура! Это Новый Завет! Все, отходи, Сатана! Это Новый Завет! Аллилуйя! Представляете, как это удивительно! Но до сих пор еще многие люди связаны законом. заповеди соблюдают заповеди именно по воскресеньям. Господь не любит этого! Почему? Да, знаете, закон Господь разведал нам 10 заповедей, чтобы мы читали каждый день? Господь положил в картех завета и закрыл крышкой. Он закрыл крышкой. И знаете, что потом сделал? Сказал ангел, ты сделай так, чтобы нельзя было открыть крышку. Закрой своими крыльями. Для того, чтобы нельзя было открыть крышку. Правильно? Чтобы ни в коем случае не смотрели. филистимляне они отобрали у израильского народа ковчег. И тогда он вернулся после этого и был Ильей. Офни и Финьес, он имел двух сыновей своих. Но знаете, очень печальный момент, когда они везли назад этот ковчег. Не было такого человека, который достоин был принести ковчег. Знаете, конечно, я занимаюсь делами Евангелия, но также я много уделяю времени для того, чтобы воспитывать проповедников. С 1976 года и до сегодняшнего дня я воспитываю проповедников. Хотя уже 30 лет последних я постарел. Но я до сих пор продолжаю воспитывать проповедников. И мне говорят уже, можете не заниматься этим, пастор. Я говорю, нет. До самой старости, до самой смерти я буду тренировать проповедников. Я буду бороться с ними. Когда человек смотрит на меня, проповедник, своими глазами, тогда он не Но для меня это был самый важный момент в моем служении. Многие люди гнали меня. Да, они обманывали и оговаривали меня. Но я очень благодарил Господа. Потому что меня когда судили, меня оправдали. Да, говорят, что я заплатил ему деньги. Да, кто же увидел тогда, что я заплатил судье? Это же невозможно. Как они узнали, что я заплатил судье? Это невозможно. Но хорошо, тогда я заплатил ему. Знаете, когда мы идем на второй этап, на третий этап, никто не может встретиться лично с судьей. Но знаете, что удивительно? Господь явил свою благодать. Самый важный момент, когда я воспитываю проповедников, я вижу, что они имеют много мыслей. ничего страшного, если недостойны, но если очень молодцы, тогда тяжело. Если немножко получается, они сразу думают, я самый лучший. А если не получается, тогда они убегают, говорят, у меня ничего не получится. Да все такие. Если человек считает, что у меня все получится, он не может заниматься земледелием. если все думают, я хочу, что мой сын стал президентом, тогда никто не может родить. Это Господь проводит. Поэтому мы проповедуем такое Евангелие. В 34 стихе Геремии. Потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомину более. так говорит Господь. Послушайте, если нужна прилагать усилия, уже Господь дал обещание. Господь, если Он так не сделает, тогда я грешник. А что Он сказал, я прощу беззаконие. Если Он не сдержит обещание, тогда я попаду в ад. Да, Господь никогда не обманывает. Я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомину более. Господь простил мой грех, и твой грех, и сестры грехи, и еще брата, красивых людей простил, и некрасивых немножко простил. Это неправда, Он не так сделал. потому что Я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомину более. На английском более, no more, не воспомину более. На английском no more, то есть еще раз не вспомнит. то, что мы покаемся перед Богом, вот это я согрешил, согрешил, я не хочу слушать, мне не нужно это слушать, я уже омыл все. Господь, я согрешил, я украл, снова ты меня напоминаешь об этом, я уже все омыл. господи, я вот такой человек грешный, прости меня, я не хочу слышать, я все очистил уже. Я очень-очень благодарен Господу. И знаете, у нас есть пастор Лим Минчон. Если бы какой-то человек, например, как пастор Лим Минчон простил мой грех, тогда бы мне было беспокойно. Пастор Лим Минчон, вы точно спасли мои грехи, вы точно очистили? Я бы все время ходил и проверял. Мне так неспокойно было бы. Правда? Но если бы Господь сказал, сам пойди очистить свои грехи, как я могу простить свои грехи? Возьмите за грех смерть. Господь что сказал? Потому что я прощу беззакония их, и грехов их уже не воспомину более. Господь сказал, что не воспоминет грехи наши. Господь, я обманул, я украл, я что-то сделал, я прелюбодействовал. Да хватит уже, хватит. давайте перестанем так говорить. Аминь. Давайте перестанем. Господь все простил и сказал, что не воспоминет боли. Аминь. Я очень хотел танцевать от радости, когда читал это. Знаете, в прошлый раз, когда я поехал в Танзанию. Вот такой большой был зал. Я думал, около 500 человек придет пасторов, но пришли 2000. Они заполнили весь зал, и везде они сидели. Я проповедовал им. Когда я проповедовал, и тут вдруг несколько десятков человек встают на своем месте. Я не понимал, почему они так делают. Они начали танцевать. Все пасторы, они были очень счастливы от того, что прощены. Я впервые увидел в своей жизни такое. Я никогда не говорил, вы танцуете, когда я проповедовал, но они танцевали. Знаете, именно тогда я чувствовал себя самым счастливым. То, что я проповедую, такой я человек проповедую, а люди получают прощение грехов. Я очень-очень благодарю. Эти пасторы, они много сомневались. Они слушали слово. Да, корейский язык или танзанийский язык, они в Танзании по-английски говорят, да, и Библия, она же одинаковая на любом языке. Библия, она одинаковая. Поэтому они получают прощение грехов. Они встали на своем месте и начали танцевать от радости. Я был очень-очень благодарен. Но я хотел бы, чтобы вы потанцевали, но у нас история, я боюсь, что вы поранитесь. мне кажется, не хватит и сто и тысяч раз наших танцев. Даже если мы будем тысячи, десятки тысяч благодарить, мы не сможем выблагодарить все. Потому что только Господь спас, и я не могу ничем оплатить Ему. Я думал, как Господь помнит о таком человеке, как я? Господь очистил нас всех. И я хочу всему миру свидетельствовать об этом. Потому что я прощу беззаконие их. И грехов их уже не воспомину более. Говорит Господь. Аминь! 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 Я часто плачу. Потому что я благодарен. Я очень рад. Конечно, есть трудности. Есть гонения. Но очень большая благодать Бога на мне. Я желаю, чтобы вы тоже в этой благодати жили. И все люди, которые слушают сейчас по всему миру это слово, я желаю, чтобы вы верили в него. Книга пророка Еремии, 31 глава, 34 стих. Потому что я прощу беззаконие их. И грехов их уже не воспоминут боли. Говорит Господь. Аминь. Аллилуйя. Я прославляю Господа. Давайте помолимся. Святой Отец Небесный, благодарим Тебя. Ты возлюбил таких грязных людей, как мы. Господь, не только мы такие, но мы также гордые и слушаем только свои мысли. Но Господи, Ты простил все наши грехи и сказал, что не воспоминешь о них более. этот факт. Ты помилуй, чтобы мы поверили в него. Господь, я верю, что Ты поможешь нам. Господь, во всех сердцах людей, которые смотрят трансляцию, хотя были мысли о том, что я грешник, но чтобы это слово победило мои мысли в сердце, и чтобы больше не находились мои мысли в моем сердце, но чтобы слово Господа, потому что я прощу беззаконнее их, и грехов их уже не воспомину более жило в нашем сердце. Господь, Ты дай нам свободу. Ты дай нам встретиться с Тобой чистым сердцем. Господь, я благодарю Тебя за этот семинар. Ты благослови через это слово всех людей. Аллилуйя, я прославляю Тебя, Господи. Я очень благодарен за то, что мы можем иметь трансляцию во всех странах мира. Я молюсь Тебе, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь. Христа. 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 Субтитры создавал DimaTorzok